Доброе утро, здрасте. На этой неделе, впрочем, как и на многих предыдущих, к нам пришли письма от организаций, трудовых коллективов, поселков и даже городов с просьбой пригласить их представителей к нам в студию для того, чтобы отметить юбилей того или иного города, поселка, организации. По возможности мы, конечно, выполняем ваши просьбы и заявки. Сегодня у нас здесь в гостях представители Калининской атомной электронной станции, которой в эти дни исполняется 15 лет. 15 лет. 15 лет солидный срок для каждого трудового коллектива. А начиналось все вот так. А все началось 25 лет назад. Тогда, в мае 1974-го, была организована дирекция строящейся Калининской АЭС. Далее, в 125 месяцев шла сложная и напряженная работа, требовавшая колоссальных физических, интеллектуальных, организационных усилий 10 тысяч строителей и монтажников. Работа кипела. Прокладывались автомобильные и железнодорожные пути. Строилась пуска резервная котельная. Монтировалось оборудование и система управления станции. Устанавливался реактор. Строился современный город. В это же время формировался коллектив будущих эксплуатационников. В марте 1984-го была проведена первая загрузка ядерного топлива. Через месяц контрольно-измерительные приборы зафиксировали ядерную реакцию. Был осуществлен физический пуск реактора. А еще через месяц, 9 мая, в День Победы, в единую энергетическую систему Советского Союза поступили первые киловатты с Тверской земли. Представление большинства людей пуск энергоблока осуществляется простым нажатием кнопки с блочного счета управления. Однако за этим нажатием стоит трудоемкий процесс, в котором занят весь персонал станции, все цеха и подразделения. Поэтому каждый, кто работал тогда на Калининской АЭС, в равной степени является участником пуска первого энергоблока. С тех пор прошло 15 лет, и юбилей – хороший повод отдать дань уважения всем тем, кто устанавливал, монтировал и налаживал сложное технологическое оборудование атомной станции. Всем вам, дорогие калининцы, наше поздравление с юбилеем и приглашение сыграть вместе с нами в 237-м тираже телевизионной игры лотереи «Русская АТО», которую мы начали в прямом телевизионном и радиоэфире. Сегодня Калининская АЭС дает более полутора процентов электроэнергии России. И в тиражную комиссию 237-го тиража вошло полтора процента, а может быть нет, полторы тысячных трудового коллектива Калининской АЭС. А именно, заместитель директора Калининской АЭС по общим и социальным вопросам Михаил Алексеевич Зимин. С юбилеем вас. Начальник отдела информации Калининской АЭС Павел Александрович Кантор. С праздником вас. Заместитель председателя профсоюзного комитета Калининская АЭС Татьяна Анатольевна Куркина. С праздником вас, дорогие мои. Вот проверьте наш энергоблок, вот он, вот наше таинство. Проверьте, пуст ли наш игровой мешок. Проверьте наличие всех номеров с первого и до последнего девяностого. Обратите внимание на наши счастливые номера. Это 11 барабанные палочки, 45 Ленинский проспект, дом 45. Сегодня 237-й тираж, значит 37-й бочонок счастливый. И, конечно же, обратите внимание на ваши счастливые номера. Это номер 15, 15 лет Калининской АЭС. И номер 84, 84 год пуска станции. После этого все перемешайте здесь, переставьте, потому что от этого зависит, как пойдет игра. А я тем временем предоставляю слово нашей компьютерной группе. Татьяна Ионина. В 237-м тираже принимает участие 1 миллион 315 тысяч 797 купленных вами билетов. Все непроданные билеты уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 6 миллионов 578 тысяч 985 рублей. Все ли готово к пуску? Все ли в порядке? Наш мешок на месте. Мы открываем задвижку и желаем удачи всем, кто купил билеты 237-го тиража телевизионной игры. Русская ладошка. Пуск состоялся. Вот он. Теперь вам нужно пройти за стол тиражной комиссии. Я прошу вас пройти туда и фиксировать в протоколе порядок появления номеров. Из мешка. Это очень важно, потому что в ближайший вторник в газетах «Комсомольская правда», «Московская правда», «Народная газета» в газете есть работа. В газетах «Отдел кадров», «Работа и учеба» в еженедельке «Сударушка», а также в газете «Из первых рук» появится наша тиражная таблица. Для самых нетерпеливых, конечно же, сегодня в международной компьютерной сети интернет. Наш адрес в интернете на бегущей строке. И, конечно же, в региональной прессе во всех 73 регионах, играющих в «Русское лото». Напоминаю вам о нашем супер-призе «Джек-код». Сегодня в этой копилке уместилось не много, не мало 3 миллиона 872 тысячи 363 рубля. Супер-приз вырос до супер-размеров. Удастся ли кому-нибудь из билетов 237-го тиража расколоть эту копилку и добыть этот приз, мы узнаем об этом в самом конце нашей передачи. Ну что же, сейчас мы начнем игру, и для того, чтобы ее начать, я вам представлю еще одного нашего почетного гостя. Вот он перед вами. Владимир Александрович Зверев из Москвы. Я думаю, что аплодисменты, которые сейчас прозвучали в ваш адрес, они как бы авансом, но я думаю, что когда присутствующие в студии узнают точно, по какому поводу они аплодировали, я думаю, что аплодисменты их будут не напрасны. Дело в том, что Владимир Александрович Зверев в 232-м тираже выиграл сумму 60 тысяч 272 рубля. Вот она. Вот ваш билет, вот ваши деньги. Скажите мне, Владимир Александрович, ну а вы в каком туре выиграли? В 232-м тираже. Нет, в тираже. А в каком туре? Во втором. Во втором туре. Значит, вы выиграли всю сумму или ее? Нет, там два человека. Скажите мне, пожалуйста, вот как это происходит? Я сам, как вы понимаете, играю в каждом тираже, я все думаю, вот как это происходит, что вот все пошло, 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 и все зачеркнулось, прямо вся карточка. Как это случилось? Ну вот правильно, как вы говорите, как-то пошло, я-то лично думаю, чтобы кота как-то хочу, кота. Ах, вот так вас уже это не интересует. Ну, как-то было, я в третий год играю. Да, это так бывает. Ну, 100-200, вот, а здесь, значит... То есть вы уже 100-200... Нет, ну, 100 рублей, 200 рублей, да, вот так. А вы хотите кота? Ну, это уж теперь, думается, чтобы не зачеркивать как-то. Вот вообще же, чтобы не зачеркивать? Нет, ну, чтобы которые в мешке остались. Ага, понятно, понятно. А здесь прямо как-то они пошли. И все? Да, прямо... Ну, ты мне так представлял, что действительно так и есть на самом деле, пошло и все, да? Ну, вот, потом на самом последнем номерочке, вот, как раз на третьем номерочке, значит, и телефонный звонок, и второй тур кончается. Вам кто-то позвонил? Позвонил по телефону, значит. Ну, и что? Ну, я пока ему, значит, стал говорить, я говорю, ты уже давай перезвони мне, значит. Я сейчас занят, я сейчас деньги выиграю. Да, занят, да, ну, еще я как-то и даже не обратил внимания-то. И начал с третий тур, я их и дальше. Потому что вы не знали, что выиграли? Ну, только вот смотрю, что у меня второй-то весь он и заполнен. Ага. А когда узнали о том, что выиграли? Ну, только уже во вторник. В газете? Да. И что происходило с газетой? Или что? Нет. Ну, как она? Ну, радость, да. Радость, вот так. Вы знаете, сколько я вижу вот людей, которые выиграют. Кстати, те, кто хотят посмотреть на этих людей, приезжайте по адресу Ленинский проспект, дом 45, посмотрите там очередь получающих призы, или в нашем банке Ирс, Тимиряевская, 26, или Бескудникова, 23, корпус 1. Посмотрите на людей, которые получают деньги. Вы знаете, вот когда спросишь у человека, все говорят, ну, вы знаете, радость испытал. Вот такое нехитрое чувство. Радости сегодня... Сегодня вот своему сотруднику позвонил, значит, у меня сноха должна была пойти, не пошла, застеснялась. Так. А вдруг позвонил, я говорю, ты хоть купил на сегодня? Он говорит, нет, но зато, говорит, жена уже так, говорит, меня стала ругать, что надо теперь играть. Конечно, надо играть, надо выиграть. Ну что же, вот с этим нехитрым чувством радости я хочу поздравить Владимира Саныча и пожелать ему всего самого наилучшего, и с толком истратить эти деньги, которые он выиграл в русское лото. Спасибо. Компьютерную группу. Владимир Александрович, я чувствую, что у вас рука легкая. Давайте мы вместе с вами сыграем первый тур, помогите мне. Вот здесь прямо над этой кучей денег мы и начнем игру в первом туре. Призовой фонд первого тура? 63 816 рублей. Ну, примерно столько же. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Номер 4. Номер 4. Номер 53. Номер 53. Хорошо. Номер 33. Номер 33. Хорошо. Номер 79. Номер 79. Внимание! Среди играющих билетов 20 билетов имеют 4 совпадения из 5 в одной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот мы напомнили правило, и теперь бочонок, который может стать решающим в первом туре. Это номер 71. Номер 71. Лидирует 38 билетов. 38 билетов. В один из этих 38 билетов вы можете попасть, вытащить следующий бочонок. Номер 21. Номер 21. Стоп игра! Стоп игра! Я от души еще раз поздравляю. В первом туре выиграл один билет, выигрыш 63 816 рублей. Я поздравляю вас. Примерно такую же сумму вы отдали в руки одного из игроков. Удачи вам всего самого наилучшего. Я прошу вас остаться вместе с нами, поиграйте еще. Возьмите игровой номер и поиграйте с нами. А мы с нетерпением здесь вот и дождались игрока под номером 21. Именно этим номером и закончилась игра в первом туре. Вы работаете на Калининское с тем более приятно. Мягкая игрушка от фирмы Либерси. Владимир, вот куда она лезет, прям проиграете вместе с нами. И вам предстоит вытащить пять бочонков из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Замечательно, если это будут ваши товарищи по работе. Номер 26. Номер 26. И успевайте еще зачеркивать, хорошо. Номер... Какой номер вы вытащили? 45. Номер 45! Номер 45. Номер 45. Номер 45. Это счастливый, счастливый номер. Для нас Ленинский проспект, дом 45. Адрес дирекции Русского лото. И вот этот приз, который положено вручать игроку, который вытаскивает этот счастливый бочонок из мешка. Вот. Вас приветствует в этот момент количество энергии, которое дает Калининская АЭС увеличилась за счет энергии выплеска ваших товарищей по работе. Следующий бочонок это номер 6, точка внизу. Номер 6. Номер 6, точка внизу. Прошу. Номер 56. Номер 56. И последний, пятый игрок. Номер 9, точка внизу. Номер 9. За проделанную работу. Конечно, вы получите еще призы от дирекции Русского лото и аплодисменты ваших товарищей. Вы возвращаетесь на свое место, продолжаете играть вместе с нами, потому что, сделав эти пять ходов, мы уже начали игру во втором туре. Призовой фонд второго тура. 127 632 рубля. Вот он, призовой фонд второго тура. Ну что же, моя ассистент и продолжает готовить билет. Он должен выглядеть вот так. Когда выиграет? А, здесь представители Калининской АЭС. И это очень приятно. Мы с вами продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 1. Номер 1. Прошу вас. Номер 10. Номер 10. Ход ваш. Номер 40. Ровно. Номер 40. Прошу. Номер 37. Номер 37. Номер 37. Получать призы, значит, сегодня 237-й тираж. Вот он, приз от дирекции Русского Латона. Спасибо большое. Благодарю. Теперь можно кофе. Благодарю. Вы из Калинина, нет? Нет. Не расстраивайтесь, ничего. Вам предстоит еще, может быть, посетить. Там, говорят, замечательные места. Ну, а вы из Калинина. Номер 48. Номер 48. Половину просим. Прошу. Номер 76. Номер 76. Ваш код. Номер 19. Номер 19. Теперь ваш код. Номер 55. Серчатки. Номер 55. Как самочувствие? Хорошо. Замечательно. Когда выигрываешь, что-нибудь. Приятно. Номер 25. Опять. Номер 25. Ваш код. Номер 51. Номер 51. И вновь. Номер 85. Номер 85. Прошу. 11. Вот так вот обыденно, сухо. 11. Номер 11. Номер 11. Номер 11. Вот прямо улыбку зажимает рукой человек. Да улыбнитесь вы, Бог ради. Конечно, вы еще счастливый бочонок и радуетесь. Вот приз от дирекции Русского лото. Барабанные палочки. Продолжаем игру. Продолжаем. Номер 46. Номер 46. Код ваш. Номер 38. Номер 38. Прошу. Номер 20. Ровно. Номер 20. И вновь вот ваш. Номер 75. Номер 75. А что вы так улыбку сдерживали? Неудобно, да? Как мы отвыкли радоваться? 61. Номер 61. Номер 61. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Мы напомнили правила. Каждый ход может стать последним. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок и заканчивается второй тур, вы получаете специальный приз дирекции Русского лотов. Пылесос номер 73. Номер 73. Лидирует два билета. Два билета. Не расстраивайтесь. Иду по кругу. Кто же овладеет заветным пылесосом? Номер 5. По-прежнему лидирует два билета. Теперь пылесос может отправиться непосредственно на Калининскую АЭС. Номер 2. Номер 2. Игровая ситуация не изменилась. Не изменилась. Не огорчайтесь. Прошу вас. Номер 82. Номер 82. Стоп играем. Вот он победитель. А вот он приз. Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 127 632 рубля. Мы поздравляем. Мы поздравляем того, кто выиграл у экрана телевизора. От всей души мы ждем вашего занавлока. Приходите к нам в студию. Мы вручим вам денежный приз прямо здесь. А все игравшие за столом, конечно же, получают призы от дирекции русского лотосамарского представительства лотоэс. И ваши аплодисменты своим товарищам. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 82. И именно этим номером и завершилась игра. В втором туре вам получать мягкую игрушку от фирмы Либерти. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И я прошу вас о помощи. Вы должны вытащить пять бочонок из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Номер 47. Номер 47. А телезрители и радиослушатели не забывают зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 41. Номер 41. Прошу. Номер 81. Номер 81. Прошу вас. Номер 52. Номер 52. И последний пятый игрок. Номер 7. Номер 7. А вот вам ваша мягкая игрушка. И, конечно же, еще призы от дирекции русского ЛАТО. Мы продолжаем игру. В третьем туре мы ее только что начали. Вот он призовой фонд третьего тура. 191 448 рублей. Более 191 тысячи рублей. А эту огромную денежную сумму разыграем вместе с вами, милые женщины. Ну что же, мы продолжаем игру в третьем туре. Прошу. Номер 3. Номер 3. Поднимите руки за столом. Кто? Скалининская АЭС. Так. 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 Весь трудовой коллектив. Номер 29. Номер 29. Прошу. Номер 14. Номер 14. Ваш ход. Номер 22. Номер 22. Прошу. Номер 42. Номер 42. И вновь ваш ход. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Прошу. Номер 68. Номер 68. Как ваш. Номер 87. Номер 87. Прошу. Номер 59. Номер 59. Прошу. Номер 74. Номер 74. И вновь с вами. Ваш. Номер 66. Валенки. Номер 66. Прошу. Номер 58. Номер 58. И вновь ваш ход. Номер 24. Номер 24. Прошу. Номер 35. Номер 35. Номер 17. Номер 17. Прошу. Номер 43. Номер 43. Прошу. Номер 44. Номер 44. Ваш ход. Номер 83. Номер 83. Рядом, рядом. Рядом рвутся снаряды. Нет попадания. Номер 78. Номер 78. Перемешаем. Обязательно. Номер 8. Номер 8. Вновь ваш ход. Это номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 сопадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, мы напомнили вам правила. Единственное, что надо знать, что перед ходом вы мне должны сказать да или нет. Да, если вы уверены, что сейчас игра закончится, вы получите специальный приз дирекции Русского АТО. Это телевизор. Нет, если вы уверены, что игра идет дальше. Как вы думаете? Нет. Нет. Тот, кто ошибается, покидает стол с утешительным призом. Номер 34. Номер 34. Лидирует один билет. Действительно. Вы оказались правы. Нет. Нет. А что, можно и в этот один билет попасть? Все бывает. Номер 64. Номер 64. Лидирует пять билетов. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Продолжаете играть вместе с нами, вы? Нет. Не верите? Нет, не верите. Что скажет трудовой коллектив? Рано ей, рано. Рано вам, собственно, телевизор иметь. Рано. Номер 60. Ровно. Номер 60. Лидирует десять билетов. Десять билетов. Как вы думаете, сейчас это состоится или нет? Я думаю, тоже рановато. Рановато, что скажет коллектив? Что значит рано вот это? Как это понимать? Рано. Ну, вы, значит, сказали нет. Да. Номер 39. Номер 39. Стоп игра. В третьем туре выиграли два билета. Выигрыш по 95 724 рубля. Нет, я думаю, что все-таки, я думаю, что мы все-таки, я думаю, что мы должны поступить так, как должны поступить люди, пришедшие на юбилей. Мы не можем обидеть вас и в вашем лице коллектив. Конечно же, несмотря на вашу трагическую ошибку, главный приз дирекции Русского ЛАТО – телевизор в честь юбилея Калининской АЭС. Всем вам, игравшим за столом, наши подарки. Мои поздравления тому, кто выиграл у экрана телевизора. И ваши аплодисменты вашему товарищу. Номер 39, этим номером завершилась игра в третьем туре. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы Либерти и подарки от дирекции Русского ЛАТО. Ну что же, время бежит быстро, а нам в оставшиеся минуты нужно разыграть более 5 миллионов рублей. И для этого я приглашаю сюда наших гостей, замечательный творческий коллектив, группу «На-на». Привет, ребята. Быстрее рассаживайтесь за столом. Быстрее рассаживайтесь за столом. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Будьте внимательны. По одному бочонку из мешка. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 63. Номер 63. Стоп игра. Выиграли три билета. Выигрыш по 63 816 рублей. Номер 62. Совершенно верно. Номер 62. Стоп игра. Выиграли два билета. Обратите внимание, выигрыш по 127 632 рублей. Вот это выигрыш четвертого и последующих турах. Номер 67. Номер 67. Стоп игра. Выиграли четыре билета. Выигрыш по 63 816 рублей. Номер 16. Номер 16. Стоп игра. Выиграла восемь билетов. Выигрыш по 31 908 рублей. Номер 23. Номер 23. Стоп игра. Выиграла 10 билетов. Выигрыш по 22 335 рублей. 28. Номер 28. Номер 28. Стоп-игра. Выиграла 16 билетов. Выигрыш по 13 960 рублей. Номер 12. Номер 12. Стоп-игра. Выиграла 33 билета. Выигрыш по 6 768 рублей. Номер 77. Номер 77. Стоп-игра. Выиграла 59 билетов. Выигрыш по 3 786 рублей. А мы прервемся буквально на одну минуту, потому что на волнах радиокомпании «Маяк» информационный выпуск. А вам, дорогие мои, я хочу напомнить о том, что приближается 2 мая. Осталась всего одна неделя. За эту неделю успеете запастись билетом 238-го праздничного тиража, посвященного празднику весны и труда. По номерам купленных вами билетов разыгрываются автомобили «Нива». А следом 9 мая и 9 мая билеты 239-го тиража. Кроме основных денежных призов не останутся без специального приза дирекции «Русского АТО». По номерам купленных вами билетов мы разыгрываем автомобили 2110 «ВАЗ». Ну и, конечно, для всех российских и мировых производителей я напоминаю о том, что постоянно действующая международная выставка «Минга» приглашает к участию заявки по телефону 332-4010, адрес метро «Профсоюзный» на Кимский просвет, дом 49. К нам возвращаются долгожданные радиослушатели. После выпуска информационного выпуска «Маяка» мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Номер 72. Номер 72. Стоп-игра. Выиграла 65 билетов. Выигрыш по 1 963 рубля. Номер 36. Номер 36. Стоп-игра. Выиграла 148 билетов. Выигрыш по 1 293 рубля. Номер 86. Номер 86. Стоп-игра. Выиграла 239 билетов. Выигрыш по 801 рублю. Номер 13. Номер 13. Стоп-игра. Выиграла 416 билетов. Выигрыш по 460 рублей. Номер 88. Номер 88. Стоп-игра. Выиграла 718 билетов. Выигрыш по 355 рублей. Номер 90. Дедушка. Номер 90. Дедушка. Стоп игра. Выиграла 1050 билетов. Выигрыш по 243 рубля. Номер 70. Ровно. Номер 70. Стоп игра. Выиграла 1500 билетов. Выигрыш по 170 рублей. Номер 31. Номер 31. Стоп игра. Выиграла 3118 билетов. Выигрыш по 123 рубля. Номер 27 Номер 27 Стоп игра Выиграла 3962 билеты Выигрыш по 145 рублей Номер 30 Ровно Номер 30 Стоп игра Выиграла 6698 билетов Выигрыш по 114 рублей Разыгрывается последний тур Ваш последний ход Там есть еще счастливые бочонки Попробуйте достать Ну давайте Номер 65 Номер 65 Стоп игра Выиграла 9239 билетов Выигрыш по 96 рублей На 81 ходу игры Основной розыгрыш закончен В мешке осталось 9 бочонков Я прошу в этом Убедиться нашу тиражную комиссию Давайте проверим В прошлом тираже застрял один бочонок Проверьте Пуст ли наш игровой мешок Здесь должно остаться 9 бочонков Сейчас мы посчитаем Так оно и есть Ровно Дети, я назову эти номера по порядку Их зачеркивать не надо Номер 15 Счастливый номер остался в мешке Номер 18 Номер 32 Номер 49 Номер 50 Номер 54 Номер 57 Номер 84 Остался в мешке Счастливый номер Номер 89 Ну что ж, судьбу ваших призов мы решим Наверное, после окончания передачи Возможно, мы их разыграем в следующей передаче А вам мы хотим вручить наш приз И вот ваши подарки Мы от души поздравляем вас еще раз С 15-летием Калининской АЭС От души вам желаем всего самого наилучшего Вот, а это нам что-то такое, да? Спасибо, Борис, вам наши подальбомы Да Спасибо И поудобнее, что вы к нам в гости приедете С наслаждением Спасибо большое Спасибо Я прошу, нашу компьютерную группу Оставайтесь с нами Огласите, пожалуйста, результаты Что там случилось с нашим суперпризом Джек Кот В этом тираже В 237-м тираже суперприз Джек Кот не разыгран Его розыгрыш переносится на следующий 238-й тираж А удалось ли какому-нибудь билету приблизиться Хотя бы близко к заветной цели? Ни одному билету приблизиться Близко к заветной цели не удалось 43 билета имеют 7 Сопадений из 9 7 сопадений из 9 в одной карточке Значит, из 9 бочонков, оставшихся в мешке После окончания игры 7 7 40 билетов, в которых 7 бочонков остались в одной карточке 43, Михаил Борисович 43 билета, в которых в одной карточке Осталось 7 номеров Ну что же, я считаю, что это близкий результат Хотя, конечно бы, хотелось бы разыграть И расколоть этого кота А что у нас с туром на удачу? Проверьте свой билет на наличие выигрыша в туре на удачу Дополнительный розыгрыш в тур на удачу Выигрывают билеты, у которых все три числа, расположенных в окошке тур на удачу Окажутся в числе невыпавших бочонков Турин на удачу выиграло 897 билетов Выигрыш составил по 81 рублю Всего в 237 тираже выиграло 28 189 билетов Всех, кто выиграл в 237 тираже Более 28 тысяч человек Я с наслаждением поздравляю с выигрышем В следующее воскресенье, ровно в полдень На телеканале России мы ждем вас А русская лото с нетерпением ждет новых встреч А сегодняшнюю передачу завершает наши любимцы группа «На-на» Зачем я замки строил воздушные вчера А было все икрою и кончилась игра Шальная пидокарта надежды любви Но звездочка отзада горит в моей крови Тоска развеется, забудется печаль И слезы высохнут и расцветут улыбки Удача вспомнит обо мне, она не скажет Не прощает, не завернет другому по ошибке Десна для сердца клетка, не права не любить Но жизнь моя рулетка, и в ней все может быть Шагнув судьбе навстречу, дыхание задая И вновь наступит вечер, не будешь ты и я Тоска развеется, забудется печаль И слезы высохнут и расцветут улыбки Удача вспомнит обо мне, она не скажет Не прощай, не завернет другому по ошибке Субтитры создавал DimaTorzok Победа снова будет, судьба дала урок Но знаю, не забудет меня луравый рок Опастый холод, риск, обзавел, как первый раз И счастье где-то близко почти у самых глаз Тоска развеется, забудется печаль И слезы высохнут и расцветут улыбки Удача вспомнит обо мне, она не скажет Не прощай, не завернет другому по ошибке Тоска развеется, забудется печаль И слезы высохнут и расцветут улыбки Удача вспомнит обо мне, она не скажет Не прощай, не завернет другому по ошибке Не завернет другому по ошибке Не завернет Субтитры создавал DimaTorzok